7 сентября в администрации городского округа состоялось собрание руководителей структурных подразделений. Планёрное собрание провёл глава городского округа Александр Баранов. О том, какие вопросы обсудили на совещании, узнаете далее из следующего сюжета. Традиционная планёрка, которая проходит каждый понедельник в администрации округа, проводится для выявления проблем, возникших у руководителей структурных подразделений, и получения ими заданий от руководителя муниципалитета Александра Баранова. Главный вопрос, на который обратил внимание глава городского округа – это последствия прошедшего Тайфуна Майсак и нанесённый им ущерб. До сих пор в частном секторе многие дома остаются без электроснабжения. Электроснабжение там Ленина 3739, самое длительное было отключение. Ну и остаётся частный сектор, это в основном из-за поваренных деревьев и так далее. Здесь надо объединить усилия и управляющих компаний. Напомним, что тайфун продолжал бушевать на территории Приморья, хоть и с меньшей силой, примерно до 5 часов утра 4 сентября. За это время основной урон стихия нанесла энергохозяйству и кровля домов. Так, в посёлке Дунай повреждена кровля многоквартирного дома по адресу улицы Юбилейная 8. В соответствии с решением КЧС у нас два дома юбилейная, но в основном юбилейная 8, где полностью снесена кровля. Там была поставлена скатная кровля, она построена с нарушением всего и вся, ну так, по-дунайски. Местные сделали, Бериндеев, сделал подарок своим землякам. Глава муниципалитета обязал Управление жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки заключить договор на восстановление крыши. На юбилейной 8 было решено сделать мягкую кровлю, но по новым технологиям. Следующим вопросом, обсуждённым на совещании, стала проблема с водоснабжением на острове Путятина. Из-за аварийного отключения электричества перестали работать насосы и в ёмкостях закончилась вода. В период подготовки. У нас главное это вода, чтобы санитарные нормы соблюдали. Это бытовые нужды и так далее. Это и здесь, и в Дунае, и на Путятине. Ёмкости всегда должны быть заполнены. Всегда. Сети ветхие, это объективно. Их как комсомольцы-добровольцы построили в 50-е годы, а то и в 30-е. Так до сих пор они стоят. Не менее важным оказался вопрос исполнения бюджета текущего финансового года. Глава городского округа обязал руководителей структурных подразделений поторопить подрядчиков, работающих на территории округа. Поскольку год уже заканчивается, главным распорядителем бюджетных средств, получателем субсидии с кривого бюджета на плагу устройств и другие работы, до конца месяца работы должны быть закончены. В период седьмого по восьмое сентября в Приморском крае ожидается действие тайфуна Хайшен, который пройдет по той же траектории, что и предыдущий тайфун Майсак. Новый циклон, вышедший в акваторию Японского моря, уже начал влиять на погодные условия. Идет очередной тайфун. Тайфун будет в основном с дождем по той же траектории. Усиление ветра будет, порывы там до 15 метров в секунду по нашему району. Но в основном это дождь. Также в Фокино после длительного перерыва планируется открытие бассейна 1 октября. Сейчас предполагается проверка объекта на предмет гигиенических требований к режиму эксплуатации. И заключительной темой для обсуждения на планерном совещании стала подготовка к Дню города, который традиционно празднуется в начале второго месяца осени.